здравствуйте уважаемые друзья с вами горохов павел сегодня будет интересная необычная нимфочка идея ее взята с изготовления мушки базер да но в нее я привнесу свои какие-то нотки и использовать буду вместо проволоки до свинцовую вот такую проволоку вместо обычной проволоки до свинцовую 025 проволочка мушка будет очень простая сейчас я вам покажу весь список материалов который будет необходим да это проволочка как я уже сказал 025 затем монтажная нить черного цвета в данном случае я использую 60 затем кристалл флэш вот такой вот замечательный это голографический люрекс да далее что далее у флаг прозрачный ну соответственно фонарь или лампа для сушения лака но в принципе все так вот в чем особенность данной нимфы до особенность в том что использовать ее можно будет как для зимней рыбалки так и для летней вес у нее получится очень приличный поскольку вся она будет состоять именно из проволоки поэтому применима она будет как я уже сказал как для зимы так и для лета ну пожалуй давайте приступим что нам изначально нужно изначально нужно закрепить монтажную нить и промотать все тело нашей будущей нимфы или все цевьё нашего крючка крючок я взял номер 10 форма скут для чего делаем промотку да промотка делается в первую очередь для того чтобы наш наша проволока до которая в дальнейшем будет накладываться она не скользила под цевью крючка это важно если этого не сделать то проволока будет проворачиваться и нужно будет сидеть на клей и так далее это такой небольшой лайфхак да чтобы проволочка не скользила потому что многие меня спрашивают почему ты не садишь свинцовую проволоку на клей да потому что достаточно промотать тело и в принципе все на этом далее я отмотал свободный видите свободный кусочек свинцовой проволоки оставляя небольшой хвостик для того чтобы можно было плотно, с самого начала плотно закрепить нашу проволоку. Мы начинаем вкладывать одна к одной. Что важно? Важно при монтаже таком не задеть жало крючка, иначе ваша проволока быстренько порвется. Потому что свинец, он достаточно мягкий материал. Здесь нужно это сделать аккуратненько. Проматываем все тело ну и вот на таком расстоянии примерно останавливаемся. Отрезаем, оставляя небольшой хвостик как спереди, так и в начале. Очень удобно использовать пинцет в данном случае. Пинцетиком еще раз плотненько все приматываем, протягиваем и обрезаем. Вот таким образом. Все, пинцетиком поджимаем наши края. Так, смотрите. Что получилось? Пока получилось просто тело из проволоки, да? Ничего особенного. Забыл упомянуть в начале. Еще нам понадобится маркер болотного цвета. Болотного. Маркер водостойкий желательно, но можно и не водостойкий, поскольку все это наша красота зальется под лак. Никуда ничего не денется. Так, что теперь? Теперь берем снова черную нить и закрепляем последний виток проволоки несколькими мотками черной нити. Для того, чтобы у нас проволочка никуда не сползла на всякий случай, скажем так. Далее, берем пару остей нашего флэша, да? Вот этого блестящего, желтенького такого цвета. Фиксируем его с одной стороны. Сейчас я зафиксирую со своей, затем зафиксирую с вашей, вы все увидите. Так, смотрите. Можно обрезать примерно, потому что он нам весь не панутся. И эту же часть зафиксирую теперь с вашей стороны. Вот таким вот образом. Что имеем? Имеем фиксацию по бокам нашей головки с двух сторон. Теперь придаем такую более-менее форму головки нашего насекомого, да? нашей личинки. Так. Думаю, достаточно. И теперь, скрутив, скрутив наш люрекс, прикладываем его с одной стороны, пару виточками закрепим, и то же самое, скрутив его, видите, сделаем с другой стороны. Так, ну вот мне хотелось бы вам показать, но удобнее будет, если я все-таки разверну тиски в свою сторону и сделаю. Ну, попробую сделать и так. Так, вот хорошо. В принципе, все получилось. Вам должно быть видно, да, что теперь у нас получилось крепление с одной стороны и с другой, соответственно. Такие яркие нотки, скажем так, посреди нашей черной головки. Отрезаем. Ну и, соответственно, делаем финишный узел. Здесь ничего сильно крепить не надо, поскольку все это, вся эта красота у нас зальется под лак. Теперь пришло время использовать болотный маркер. И обратите внимание, как сейчас преобразится наша нимфа, когда мы свинец покрасим в болотный цвет. Обратите внимание, какой получается классный цвет. Вот это именно та фишечка, которую я, так сказать, привнес в создание данной модели. Получается очень интересно. Можно попробовать и другие цвета использовать. Тут уже, как говорится, все на ваш вкус, на вашу фантазию. Так, все тщательно покрываем, не жалеем, скажем так, маркера. Желательно вообще это сделать на два раза. Ну, одного будет достаточно, поскольку я уже сказал, что мы это дело сейчас еще покроем лаком. Уже сейчас смотрится интересно, но под ультрафиолетовым лаком будет вообще красота. Что важно? Важно наносить лак здесь не самим вот кисточкой, а желательно делать это какой-нибудь тонкой иголочкой. Почему? Потому что нанесение должно быть равномерным. Если вы сразу мазонете большой слой, у вас потом это неравномерно растечется, неравномерно ляжет, будет некрасиво. Так вот, возьмем обычную иглу, швейную. Вот так вот выглядит. Видите, огромные капли свисают. Этого не нужно делать, не нужно, чтобы оно у нас нанеслось на нашу нимфу. Берем на иголочку чуть-чуть и равномерным слоем все покрываем. Вот таким вот образом. Тоненьким слоем. Что важно также, что нужно на что обратить внимание. При покрытии проволоки часть лака у вас уйдет между витками. Туда. Это ничего страшного, этого никак не избежать, просто покрыть нашу нимфу придется два раза на два слоя. Также покрываем обязательно головку равномерно, иголочкой, аккуратненько. Посмотрите, как сейчас преобразится наш кристалл флэш, голографический люрекс под ультрафиолетовым лаком. Насколько классно он будет блистать. Вы видите? Так, теперь выравниваем все это. Большую часть все-таки нужно увести к головке. Большую часть лака, чтобы по телу у нас все было ровненько и красиво. Но это уже, так сказать, тонкости такие чисто для себя, скажем так, для собственного эстетического удовольствия и удовлетворения. Красиво смотрится, не правда ли? А теперь это все дело необходимо естественно засушить. Так, примерное время сушки данного слоя до тоненького секунд, наверное, 30. Как проверить, что у нас все высохло? Просто элементарно проверяем пальцем, если ничего не прогибается, если все у нас нет липкого слоя, если структура однородная и плотная, то все, значит, нимфа высохла. В принципе, да, вот, как я уже сказал, аккуратное нанесение гарантирует вам ровный, равномерный слой. В таком случае ничего у меня, как видите, промеж витков не затекло, и второй слой здесь совершенно не нужен. Поэтому я думаю, что на второй раз я покрывать не буду, и оставлю нимфу такой, какая она получилась. Вот такая вот интересная нимфа. Обратите внимание, какой классный цвет. Вот этот перелив, да, на головке, тоже одна из особенностей. Ну, и простота изготовления и вес. Да, в данном случае крючок, я уже сказал, номер 10, но можно связать и на 14, и на более мелких крючках для других разных регионов, да, где рыба не такая крупная. Ну, в общем-то, все, друзья, жду ваши комментарии, как вам такая идея, как вам такая нимфа, что вы по этому поводу думаете. Обязательно подписывайтесь на мой канал, рекомендуйте видео вашим друзьям, вступайте в мои социальные группы, там вы можете связаться лично со мной, пообщаться, задать какие-то вопросы. Ну, и на этом все, спасибо за внимание, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok